Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главном. Сегодня губернатор Алтайского края посетит Ключевский и Михайловский районы. Какие темы и объекты в фокусе внимания? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среднюю общеобразовательную школу номер один проверит, как идет строительство пристройки к зданию в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Затем глава региона отправится в Ключевский лицей профессионального образования, где осмотрит кабинеты, лаборатории и музей. Далее Виктор Томенко отправится в Михайловский район, где у него запланирована рабочая встреча с главой Евгением Юрьевым. И в конце губернатор посетит хозяйство «Горизонт», где оценит экономический потенциал ягодных плантаций. В рабочей поездке главу региона сопровождает наша съемочная группа и подробности в вечерних выпусках. А пока к другим темам. Больше 20 лет без компремонта проработала центральная больница в Целинном районе. Но в этом году все изменилось. Теперь это современное медучреждение с новым оборудованием. Подробнее о том, как оно преобразилось, Елизавета Конева. Укрепление теплотрассы, утепление фасада, полный ремонт помещения. Еще в прошлом году жители Целинного района старались не обращаться за помощью в эту больницу. Здание ЦРБ пришло в негодность, стены рушились. Сегодня полностью отремонтировали фасад, сделали внутреннюю чистовую отделку помещений и укрепление стен. Условия раньше были не очень, мягко говоря. Все было старое, конечно, здание обветшало, эмоций положительных не доставляло оно пациентам, мне кажется. Но сейчас, как вы видите, все просто прекрасно. Мы смотрим, ходим мимо, радуемся, что наконец-то у нас появилась такая красивая больница. Также в медучреждении завершили устройство новых несущих перегородок, за счет которых в больнице откроются сразу несколько отделений – хирургическое, гинекологическое, операционное, отделение интенсивной терапии, реанимация, а также приемный покой. Полностью заменили водопровод и канализацию. Теперь никаких протечек и аварий. Все работы в больнице подрядная организация выполнила в срок. Одна из большой проблем, которую мы столкнулись с подрядчиком, когда мы сюда зашли, – это на фасаде у нас расходилась кладка. То есть были трещины кладки. Мы сделали большое усиление. Очень много металла у нас под сайдингом. Выезжали неоднократно проектировщики, потому что приходилось все это дело менять по месту. В больницу уже закупили новое оборудование – рентген и кислородные консоли для тяжелобольных. Также полностью заменят старую мебель. Новые больничные койки и тумбы установят уже в конце октября. Всего на ремонт районной больницы выделили больше 30 миллионов рублей из краевого бюджета. В рамках адресной инвестиционной программы этой осенью также планируется завершить капремонт в Куринском и Кулундинской ЦРБ. Всего отремонтируют 36 объектов здравоохранения. Елизавета Конева, Анатолий Фукс, новости. На 5% снизился пассажиропоток в общественном транспорте Барнаула в этом году. Такую тенденцию на убывание отмечают вот уже несколько лет. Это вынуждает власти и перевозчиков оптимизировать маршрутную сеть, вносит свои коррективы и строительство новых жилых районов. Предложение жителей по изменению схемы движения транспорта рассматривает рабочая группа с участием представителей пассажироперевозящих компаний. Только после этого принимают окончательное решение. В этом году таким образом были оптимизированы 37-й и 120-й маршруты. Для улучшения обслуживания микрорайона Октябрьского, 98-й школы, изменен 120-й маршрут. Также его трасса пролегает по улице Власихинская, Сергея Ускова, Паловский тракт. Для улучшения обслуживания жителей новых кварталов. Также по 37-му автоустному маршруту он идет по Усково, Балтийское, Попово. В день, согласно электронной системе проезда, жители Барнаула совершают до 600 тысяч поездок на общественном транспорте. Однако в целом его востребованность снижается. Одна из причин – рост автомобилизации населения. В Барнауле на тысячу жителей приходится около 300 автомобилей, что превышает среднероссийский показатель. Будут ли обновлять автобусный парк и повышать тарифы на проезд в Барнауле? Расскажем в следующих выпусках новостей, а также обсудим в программе интервью дня. Гость в студии – заместитель председателя Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергей Щукин. Не пропустите в 17.15, а пока продолжаем выпуск. Фундамент церкви обнаружили археологи у Площади Свободы в Барнауле. Там уже месяц ведутся раскопки. Ранее археологи находили только захоронение. Подробности у Анны Муратовой. История этого места началась с момента основания Барнаульского медиплавильного завода в 1939 году. При нем возник рабочий поселок, а через 9 лет здесь основали первое заводское кладбище. В 1909 году на этом месте построили часовню. Об этом объекте историки знали, но не могли найти точного места. Год назад строители при прокладке ливневой канализации обнаружили захоронение первых поселенцев. Историки предположили, что рядом может находиться и фундамент часовни, построенной больше века назад. Как-то так посчитали, что все это уже разрушено, ничего больше здесь на этом месте не будет. И поэтому проект прошел без археологов. В общем, год мы потратили прошлого года на то, чтобы утвердить границы этого достопримечательного места. Значит, разработать раздел в проект, заново все это, пройти все эти экспертизы и прочее. И вот в этом году, да, мы, в общем, планово, как и положено, приступили к исследованию аварийных участков этого проекта. Сейчас здесь работают археологи. Буквально на днях они нашли фундамент кирпичной часовни. Историки предполагают, что в сакральном месте захоронены останки Ивана Ползунова, изобретателя паровой машины, и главного командира Колывана Воскресенского завода Андрея Бейера. На этом месте была построена каменная кирпичная часовня «Достойная есть», которая как раз на месте первого храма. И за алтарем «Достойная есть» были вот этот вот мемориальчик, он сохранялся. Это была каменная ограда, такой дворик, и внутри дворика были склепы известных барнаульцев. Что делать с фундаментом кирпичной часовни пока не решено. Все находки после составления описаний передадут в музей-город. Работы обещают завершить осенью. Анна Муратова, Антон Червяков. Новости. Пожарные учения прошли в одной из школ в селе Алтайское. По легенде, там начался пожар на лестнице. Сотрудник школы позвонил по экстренному номеру и сообщил о ЧП спасателям. Перед эвакуацией учителя рассказали детям, как вести себя во время пожарной тревоги, а также о правилах обращения с огнем. Эвакуировали весь состав. Это 437 человек. Такие учения пройдут в других школах и детседах Алтайского края. Главная задача – проверить готовность образовательных организаций к экстренным ситуациям. Пожарные отработали свои действия, отработали навыки, приемы тушения пожаров в общеобразовательных учреждениях, в зданиях с массовым пребыванием людей. Администрация и учащиеся, в свою очередь, также отработали свои действия в случае возгорания в школе. Порталы в другие меры открылись в Барнауле. Их представили художники на выставке в галерее Турина гора. Десятки графических и живописных работ на тему «Окна нашего города». Апрель – юность. Июль – зрелый возраст. Сентябрь – пожилой покой. Триптих для автора картины Веры Санниковой – не просто искусство. Это судьба людей. Каждое окно Барнаула рассказывает свою историю. Здание старого города – деревянного зодчества. По словам Веры, создают антураж и волшебство. На написание триптиха в реализме ее вдохновили двухлетний мальчик и старый кот. Я увидела не просто старый дом. Я увидела, что в этом старом доме протекает жизнь. Маленькая жизнь. Маленького ребенка. Этого уже, может быть, старого кота, такого солидного. То есть «Окно» – это бесконечная тема для таких вот всяких милых мелочей нашей жизни. «Окно» – это еще и обрамление картины, рамка через которую можно увидеть город как произведение искусства. Так человек без специального художественного образования может почувствовать себя живописцем. Главным героем, конечно, выступает наш замечательный город Барнаул, горожане. Но еще есть здесь главное, третье лицо. Такое метафорическое, как некий портал. Порталы в другие миры будут открыты для посетителей Туриной горы до 12 октября. Анна Муратова, Михаил Рифоншан. Новости. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на нашем сайте katun24.ru. До встречи и отличного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова